Итак, коллеги, добрый день. Сегодня у нас рассказ про солёные озёра Волгоградской и Астраханской областей. Я расскажу о том, как туда ехать, зачем и на что особо обратить внимание. Для начала, как это принято, расскажу немножко о себе. Выпускник МГУ, 20 лет самостоятельных путешествий во время работы в IT-сфере. Побывал на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии, и ходил на яхте в океане, и имею очень большой опыт именно самостоятельных путешествий. Так что именно об этом и будет сегодня мой рассказ о том, как вам самостоятельно туда попасть и что там делать. В этом районе существует несколько солёных озёр, два из которых более-менее известные. Это Эльтон и Баскунчак. И два вообще неизвестных. Это Буухта и Баткуль. Эльтон и Баскунчак – это озёра туристические. Там достаточно развитая туристическая инфраструктура. И они прежде всего характеризуются очень красивыми видами. На всех озёрах очень красивые виды. Но те фотографии, которые вы видите в интернете из солёных озёр, такого плана это делается в основном на озере Эльтон. Чем ещё привлекательен данный регион? Это степи. Такого бескрайнего и просторного места, редко где встретишь. Особенно если не забывать, что это у нас всё-таки Европа. Да. Соответственно, когда вы едете по степи и знаете, что в округе на десятки километров нет никого и ничего, ни жилья, ни людей, это тоже имеет своё очарование. Вот. Степь – прекрасно. Её надо… Кто её не видел, тот этого не поймёт. Вот. Стоит это посетить для того, чтобы представлять себе, что такое совершенно бескрайние просторы и дорога, еле видна, уходящая за горизонт. Ещё что, зачем сюда ехать, это животные. Значит, дикие животные, крупные, ну, понятное дело, там их не так много, зато там очень много, очень большие стада животных, ну, скажем так, сельскохозяйственных. Вот. В частности, вот стада лошадей пасутся там в степях совершенно открыто. Видимо, их туда выпускают весной и загоняют обратно уже по осени. То есть, там можно посмотреть, ну, фактически на то, как ведут себя лошади в естественной среде. Это также очень красиво. Ну, и ещё одна тема, из-за которой в этот регион надо ехать – это лечебная. На Эльтоне и на Баскунчаке достаточно хорошая тема с лечебными грязями, которые вылечивают от кожных заболеваний, от заболеваний опорно-двигательного аппарата, от всяких женских проблем и так далее. На Эльтоне есть соответствующий санаторий, который оказывает эти услуги, но его услугами не обязательно пользоваться. Можно поехать самостоятельно и лечиться теми же самыми способами, но бесплатно. Вот. Поговорим немножечко о карте местности. Где всё это находится и о каком регионе идёт речь. Значит, озёра, о которых сегодня пойдёт речь, находятся в Волгоградской и Астраханской областях. Значит, вот озеро Эльтон, Булухта, Баткуль и Баскунчак. Это единственное солёное озеро, которое в Астраханской области находится. С дорогами здесь напряжёнка. Значит, обычно из нашего региона, из Московского, сюда попадают двумя путями. Или через Волгоград, или через Энгельс, Саратов и так далее. Значит, какие здесь есть дороги? Ну, из Энгельса идёт стандартная дорога через Паласовку вниз до Эльтона. Дорога среднего качества, она везде асфальтированная. Покрытие колеблется от плохого до очень плохого. Так что средняя скорость там будет километров 50-60. И не рассчитывайте, что вы эту дорогу проедете быстро. Второй маршрут основной – это из Волгограда. Значит, вот здесь из Волгограда по этому берегу Волги до Быково, через Золотари и дальше вниз на Эльтон. Вот эта вот дорога через Быково и Золотари, она новая. Как правило, во всех путеводителях в интернете, которые встречаются, они рекомендуют ехать дальше. Через Паласовку по более дальней дороге. Это лишние 100 километров, и сейчас в этой дороге смысла никакого нет. Через Быково и Золотари асфальтированная трасса очень хорошего качества. Намного лучше, чем вот эти старые дороги, все остальные. Также из Волгограда на Эльтон можно проехать по степи. Об этой дороге я чуть попозже расскажу, но сразу должен предупредить, что несмотря на то, что по расстоянию здесь намного короче, по времени вы ничего не выиграете. И более того, эта дорога достаточно рискованная. Ну, не то чтобы совсем рискованная, чтобы по ней нельзя было ехать. Но ехать напрямую через степь по этой дороге только для того, чтобы сэкономить время или расстояние, не следует. Езжайте по асфальтированной дороге и по времени потратите столько же. Зато это будет менее рискованно. Если вам нужна именно степь, именно степная дорога, тогда, разумеется, этот маршрут имеет смысл, и я про него расскажу. Вот. Попадать на Баскунчак легко и просто. Вот здесь идет асфальтированная дорога, которая приводит прямо к озеру Баскунчак. На Булухту дорог нет, скажем так, асфальтированных. Есть проселочные дороги, дороги через степь, разной степени качества. О них я подробно расскажу. Дороги от Эльтона до Баскунчака тоже практически нет. Она проходит через такие достаточно непростые места. И о том, как пользоваться этой дорогой, я расскажу чуть попозже. Значит, все озера, все четыре озера, про которые сегодня пойдет рассказ, находятся в пограничной или в особой зоне. Поэтому для того, чтобы туда посетить, необходимо получать специальное разрешение на доступ в пограничную зону. Некоторым исключением является Баскунчак, потому что он постановлением правительства выведен из состава пограничной зоны, но только до тех пор, пока вы не покидаете пределов официального города и пределов этого самого Богдинско-Баскунчавского заповедника. Когда вы находитесь на их территории, вам пропуск не нужен. Когда вы каким-то образом пытаетесь его миновать, пропуск обязателен. Без него вас зарестуют. В интернете есть много различных версий о том, нужен пропуск на Эльтон или не нужен. Рассказываю. Для пребывания в самом поселке Эльтон и нахождения на соленом озере Эльтон пропуск не нужен, потому что он точно так же выведен из состава пограничной зоны. Но попасть туда на автомобиле, когда вы едете на автомобиле любой дорогой, вы проезжаете через 5-километровую пограничную зону, в которой вас могут остановить, и это будет совершенно законно и оправдано. Возможно, этот пропуск выписывают одновременно с покупкой путевки в санаторий Эльтон. Это вам нужно будет уточнить непосредственно в самом санатории. Мне такая идея в голову не приходила, поэтому я не в курсе, дают они параллельно такой пропуск или нет. Так получилось, что по дороге от Паласовки до Эльтона я проезжал 3 раза. Из них пограничники меня остановили 1 раз. То есть это лотерея. Хотите в нее играть? Ради бога. Я не рекомендую. Тем более, что получение пропуска в достаточной степени легко и беспроблемно. Значит, что у нас по законодательству? Значит, при нахождении ближе 5-ти километров от границы вам необходимо получать пропуск. Нахождение ближе 100 метров от границы запрещено вне зависимости от наличия пропуска. Вот. Штрафы там небольшие, но это, во-первых, административное наказание, во-вторых, это потеря времени. Вас просто развернут, в самом лучшем случае вас развернут, потеряете как минимум полдня. В Паласовке пропуска выписываются. То есть если вас развернут по дороге от Паласовки до Эльтона, то вам придется вернуться в Паласовку, оформить там пропуск. Не круглосуточно там пункт работает, понятное дело. И вернуться обратно. То есть вы потеряете километров 300 примерно дороги и от полудня до суток времени. Это в лучшем случае, если вам еще штраф не выпишут. А то еще и штраф получите. Значит, где получать? Получается этот пропуск на госуслугах. Вводите в строке поиска доступ в пограничную зону и вам сразу выходит соответствующая форма. Никаких проблем с этим нет. Получение бесплатное. Основания для отказа минимальны. В подавляющем большинстве случаев основания для отказа связаны с неправильным оформлением или недействительностью документов. Эти пропуска получаются как на граждан Российской Федерации, так и на иностранцев. Понятное дело, что иностранцы могут отказать без объяснения причин. Но для россиян таких отказов, вероятность их небольшая. Поскольку весь этот регион находится в двух районах, в Волгоградской и Астраханской областях, то и получать необходимо будет два пропуска. Отдельно на Волгоградскую и отдельно на Астраханскую области. В Волгоградской области посмотрите на карту, какие поселения находятся в этом районе. Там Степновское поселение и еще какое-то. Карту откроете и там посмотрите. На них и надо получать. Для того, чтобы проехать той дорогой, про которую я расскажу, от Эльтона до Баскунчака, необходимо получать в Астраханском ФСБ. Соответственно, надо указывать вот эти населенные пункты, которые здесь у меня перечислены. Оформляют эти пропуска быстро, но нужно иметь в виду, что срок выдачи 15 рабочих дней – это для российских граждан, 30 – для иностранцев. Плюс учитывайте время на почтовую пересылку. То есть варианта получения только два. Или почтой вы получаете по адресу прописки, или вы самостоятельно являетесь в отделении ФСБ, то есть это в Волгограде или в Астрахани, и там получаете этот пропуск живьем. То есть озаботиться этим пропуском надо заблаговременно. Поскольку срок действия пропуска, точнее не срок действия, а даты, когда вам разрешено там находиться до года, то вы можете совершенно спокойно заранее получить этот пропуск, даже если вы даже не уверены точно, что будете в этом районе, но предполагаете визит, скажем так, летом следующего года, сходите сейчас, получите этот пропуск, у вас будет масса времени, никаких обязательств с вашей стороны это не накладывает. Пропуск есть, и каша не просит. Так, значит, есть одна интересная особенность данного региона, это то, что вот здесь вот показано синим границы Астраханской и Волгоградской областей. Значит, вот здесь вот находится полигон Капустин-Яр, официальное название Зато-Знаменск. Ну, в публике он известен как Капустин-Яр. А вот этого территория, которая является частью Волгоградской области, она тоже входит в состав Зато-Знаменск. То есть вот у этой территории статус очень интересный. Она находится на территории Волгоградской области, но подчиняется правилам Зато-Знаменск, которые находятся в Астраханской области. Вот. Значит, как и многое в нашей стране, статус этого региона непонятен совершенно. С одной стороны, это территория Зато, то есть закрытого территориального образования. А с другой стороны, это область, где ведется нормальная хозяйственная деятельность. Там пасутся стада, там собирают сено, там разрешена охота, там находятся общедоступные охотничьи угодья и так далее. И при этом никаких совершенно запрещающих знаков, повещающих о том, что вы въезжаете на территорию Зато, во всем этом районе нет. Значит, формально, вот согласно инструкции об организации пропускного режима Зато-Знаменск, сказано, что въезд граждан для постоянного или временного пребывания на территории контролируемой зоны Зато, в том числе въезд на личном транспорте, согласовывается с ОФСБ России. То есть, фактически, как туда попасть, это для того, чтобы туда попасть, нужно получать разрешение ФСБ. Вот эта вот дорога от Эльтона до Баскунчак точно так же проходит по территории Зато-Знаменской. Частично, но проходит по его территории. Про эту дорогу будет отдельный рассказ. Но формально, для того, чтобы въехать вот в этот вот район, когда вы едете вот здесь вдоль границы 5-километровой, вы получили этот пропуск у ФСБ, и там вы движетесь совершенно легально. Каким образом легально попадать вот в этот вот район, не очень понятно. Но поскольку пропуск на доступ в пограничную зону у вас будет, я надеюсь, то и с пребыванием там вроде бы проблем быть не должно. В местной прессе периодически появляются пресс-релизы о запрете посещения Зато. В связи с чем этот запрет? Периодически в район озера Булухта и окрестностях производятся стрельбы артиллерийскими и всякими прочими ракетными снарядами, и регион закрывается. При этом вся территория оцепляется военными, которые никого не пропускают. В том числе закрывается и дорога, про которую я говорил уже, из Волгограда на Эльтон. Поэтому вы рискуете по этой дороге, когда поедете, рискуете, что вас развернут. Значит, эти пресс-релизы говорят о том, что с такого-то по такое-то число будут стрельбы, и поэтому доступ туда категорически запрещен. Но я бы вам, конечно, порекомендовал мониторить этот сайт с местными новостями, вот его адрес, если бы ни одно обстоятельство. Вот видите, да, даты, когда запрет действует, а вот дата, когда этот пресс-релиз опубликован. То есть надеяться на то, что вы почитаете новости и все узнаете, он не совсем обоснован. Так что только ехать туда и надеяться на то, что вам ничего не помешает. Никаких иных способов узнать я лично не знаю. Экипировка. Значит, что нужно, когда вы едете на соленые озера? Здесь на любые соленые озера, что Эльтон, что Баскунчак и так далее. Значит, первое. Настоятельно рекомендую брать с собой велосипед. Велосипед очень сильно облегчает жизнь. По поверхности соленых озер можно передвигаться на велосипеде. Вот его, скажем так, след на поверхности Эльтона. И это очень быстро и комфортно. Если вы туда приедете на машине, но без велосипеда, все равно ваши возможности будут ограничены. Не везде можно проехать. Это раз. И, во-вторых, вы все равно же по поверхности озера не поедете на машине. Я надеюсь. А на велосипеде это решается просто и легко. Второе. Сапоги. Значит, я даже не беру в расчет ту грязь и сланчики, в которые вы можете угодить. Просто по поверхности озера, Эльтона, Баскунчака и так далее проще всего передвигаться в сапогах. Никакие сланцы вам не помогут. Потому что кристаллы соли, которые летят с поверхности, вам моментально натрут ноги. Так что это не тема совсем. Про осланцы забудьте. Сапоги. Или можете босиком идти. Экстремалы иногда ходят. Где-то можно ходить, где-то нельзя. Баткуль и этот самый. Булахта. Там поверхность мягкая. Можно и босиком ходить. На Эльтоне тоже многие ходят. Но как они это делают? Там очень острые кристаллы соли. Ну, походят, наверное, по приколу несколько минут. Вот. Дальше. Вода питьевая. Если вы поедете по степи, воды там нет никакой. Ни технической, ни питьевой. Поэтому запасайтесь заранее. Если вы просто пошли принимать какие-то водные процедуры, грязевые процедуры, то берите с собой воду. В интернете все рекомендуют почему-то нести с собой пятилитровую баклажку воды. Не знаю, по-моему, самый неудобный вариант. Берите там 2-3 меньших емкости и сделайте в крышке дырки, чтобы типа души было. Просто и элементарно. Вот. Значит, емкости для рапы и грязи. Значит, рапа и грязь – это тема в основном… Речь, естественно, про лечебную грязь. Это тема в основном для Эльтона. Вот. Я не взял ни того, ни другого. И тогда у меня и не было мысли, чтобы это брать. Потом пожалел. Хотя официально и говорится, что грязь лечебная, только свежая, собранная. Но кто ж это знает? Вот. Об этом написано на сайте санатория, который, понятное дело, что заинтересован именно в этом. Вот. Для рапы подойдет такие вот ведерки из-под строительных смесей. Вот. С широким горлом. То есть, если хотите привезти оттуда грязь, то это идеальный вариант. Ну, а рапу, соответственно, в чем наберете, в том и наберете. И вот самое неприятное известие, которое меня там ожидало. Я не ожидал, что в 2021 году, а не в 2000 году, на всей территории Павласовского района МТС не берет от слова совсем. Его там, в принципе, нет. Вот. Соответственно, вот последние следы этого МТСа были у меня в Павласовке. И потом они появились уже после въезда в Астраханскую область, уже когда я подъезжал к Ахтубинску. Так что, если у вас МТС, берите что-то другое. Там хорошо берет Теле-2. Ну, вроде как, там берут все, кроме МТСа. Мне местные рекомендовали Теле-2. В принципе, эти симки продаются и там, так что можете купить там в любом магазине. Но лучше брать заранее, чтобы не быть привязанным к этим вещам. Потому что мне эту симку Теле-2 активировали несколько часов. Вот. Интернет там более-менее хороший по этому Теле-2, несмотря на то, что многие почему-то жалуются. Но у меня таких проблем не было. Так, автомобиль. Значит, мой рассказ про поездку на автомобиле гражданском, специально неприспособленном. То есть, в принципе, вы можете ехать на любом автомобиле. Но в сухой сезон. Я был в августе. Соответственно, это самый сухой сезон из всех возможных. Вот. Про, значит, про передвижение. Значит, ну, меня в этой поездке поддерживало представительство Subaru. С ними договорились. И они нам очень помогли. Вот. Ну, и поскольку я член РГО, то, соответственно, с символикой РГО тоже у меня все было хорошо. Значит, экипировка. Что нужно? Во-первых, бензин. Значит, про заправку в Эльтоне я чуть позже скажу. Рассчитывайте, что по степи расход у вас будет, примерно, раза в два больше, чем обычно. Так что, если у вас средний расход 10 литров на 100 километров, считайте, что у вас он будет 20. Поэтому, ну, одна канистра это вообще не обсуждается. На одном баке вы никуда не уедете. Это вам доехать до озера и поехать обратно. Вот. Соответственно, можно как? Многие рекомендуют две канистры. Можно сделать проще канистру и 5-литровых баклажек. И потом их утилизировать. Значит, навигатор. Во многих, в районе, в окрестности Эльтона Яндекс, Гугл маршруты прокладывают более-менее нормально. То есть, можно по ним ехать. Поэтому я в тех местах не буду говорить о маршруте. Яндекс сам справится и все построит. Вот. Но, несмотря на то, что там у того же Яндекса заявлено оффлайн-карты, эти оффлайн-карты полные Г. То есть, несмотря на то, что карта, смотришь карту, она хорошая. Вот. На практике, когда выезжаешь из зоны связи, эта карта превращается в размытое и очень малоподробное обстоятельство. Поэтому хорошая оффлайн-карта. На любой оффлайн-карте заранее посмотрите. Дорог там масса. Очень много дорог по всем этим территориям идут в разных направлениях. Если ваши оффлайн-карты эти дороги рисуют, подойдет. Вот. я ездил по достаточно старым картам, где-то в последний раз их обновлял лет 5-7 назад. С дорогами у меня проблем не было. Вот. Так что, обращайте внимание на такую необходимость. Без карты вы там заблудитесь сразу же. Дальше. Неочевидная вещь воздушный фильтр. Вот так вот примерно выглядит автомобиль через 2-3 дня. Толстенный слой пыли. Пыль везде. В салоне, внутри, снаружи. на фильтр я заменил где-то километров, наверное, через 200 после степи. Вот. Так что настоятельно рекомендую. Хорошие тормоза. Казалось бы, зачем? А вот зачем. Вроде едете по хорошей дороге и внезапно вымоено и так далее. Так что я никогда в жизни так часто экстренно не тормозил, как там на степных дорогах. Нет, если ехать 20 км в час, то можно, конечно, и не без экстрима. Вот. Но многие дороги там позволяют ехать с хорошей скоростью. Ну, километров там 70-80, в принципе, вполне реально. Вот. Но нужно быть крайне внимательным. И, несмотря на все это, у меня достаточно часто там ящик с инструментами, бился о потолок машины и сваливался в другие рундуки. Поэтому желательно все закрепить. Все в салоне закрепить. Будет летать. Две запаски. Минимум. Масса отчетов, которые я читал, народ сидит, курит, проколов одновременно два колеса. Вот. У меня такого, к счастью, не было, но за все это путешествие два баллона отправились в утиль полностью. Вот. Каким образом это возможно, я не знаю. Подрано до корда. Проехал я меньше километра. Вот. В районе Балухты я неоднократно читал и, скорее всего, я на это напоролся. Эти самые местные охотники или я не знаю кто ставят ловушки. Вот. Я читал, как народ там четырех колес лишался в таких ловушках. Так что будьте внимательны. Два колеса, две запаски это минимум, которые надо иметь. Вот. Причем у меня там произошло вообще анекдотичная история. Я после того, как в сервис съездил по возвращению, мне показали, у меня там просто какой-то прогар в днище. Так что, может быть, там какой-то и пир-пакет подвожили. Не знаю. Я разговаривал с шиномонтажником, спрашиваю, вот как это может быть. Он беккл-меккл не понимает, каким образом вот такие вот повреждения можно получить. Вот. Учитывая еще, что у меня резина, мягко говоря, нестандартная и не ходовая, то когда я сообразил о том, что это надо, мне пришлось достаточно много потратить времени, чтобы поискать. Вот. Шиномонтаж в Эльтоне есть. Про это расскажу. Так, значит, переходим к Эльтону. Значит, самое известное в России озеро соленое не значит, что оно вообще известно. Это значит, что просто самое известное из соленых озер. Вот. Самое большое по площади в Европе соленое озеро. Вот. Соленость очень любят сравнивать с соленостью Мертвого моря. соленость Мертвого моря примерно 300-350 промилле, как считать. В разные сезоны соленость в Эльтоне плавает от 180 до 500, в некоторых статьях и до 800 пишут. Вот. Так что соленее он, чем Мертвое море или нет, то науке неизвестно. Это все от Лукавого. Вот. Значит, вот эта вот ссылочка, это я специально, у меня единственный текстовый слайд по Эльтону, поэтому я его сюда засунул. Значит, это внутренний чат поселка Эльтон, где жители обсуждают свои насущные проблемы, и в том числе там есть аренда жилья. Так что, в принципе, я заранее подписался на этот чат и, скажем так, приехав туда, где-то с 3-4 звонка нашел жилье. Вот. Так что, в принципе, никаких проблем в этом тоже нет. Да, надо учитывать, что в августе там проходит марафон, Эльтон ультрамарафон, поэтому там съезжается масса народу и с жильем будут проблемы. Там ставят палаточные городки, но, как бы, смотрите сами, лучше проверяйте, в какие даты, если поедете в августе, в какие даты проводится марафон. Если вы хотите на него специально смотреть, то езжайте на него. Если нет, то лучше разминуться. Я специально подождал, спланировал маршрут, подождал так, чтобы приехать через два дня после того, как он закончится, этот марафон. Вот, Эльтон – самое красивое озеро из тех, что встречается в интернете. Красивее ли он на самом деле, чем другие, не могу сказать. Каждое из озер красиво по-своему. Вот, значит, это вот та тема, из-за которой на Эльтон народ и ездит. это грязевые ванны, которые там все принимают. Значит, это можно делать как официально, приехав через санаторий, так и просто дикарем в тех же самых ваннах или по соседству. Ничем грязь не отличается от санаторной. Все то же самое. То есть, тема такая, что вот выкапывают такие лужи грязевые, значит, там внутри грязь, под слоем этой соли, где-то сантиметров 5-7, ну, в некоторых случаях чуть побольше, под слоем соли находится черная эльтонская грязь. Пахуча, с сероводородом, ну, в общем, вполне себе лечебное мероприятие. Вот, там народ лежит, отмокает часами, вот, и после чего обмывается, и на этом радостное мероприятие заканчивается, лечебное. вот так вот выглядит, значит, процедура принятия ванн народа населения, как написали на одном из форумов, апофеоз, апофеоз здоровья. Вот, никто вас не заставляет это делать в толпе, там есть места, где можно уединиться, хотите, выкопайте свою ямку и лежите в ней сколько заблагорассудится. Никто сразу за это денег брать не будет. Вот, значит, это та самая карта, про которую я обещал рассказать. Значит, это как проехать на Эльтон напрямую из Волгограда. Значит, ну, Волжский, дорогу до Комунара, я думаю, вы найдете, там асфальт, и потом практически по прямой степной жидкур отгонный приозерный едете по степи. Значит, вот на этом перегоне это чисто степь, что находится вот между отгонным и приозерным, сказать не берусь, я там не ездил. Вот приозерного до Эльтона идет гравийный грейдер. Достаточно приличного качества, ну, хотя и не дает ехать с большой скоростью. Вот. Еще раз хочу повторить, что не советую ехать этой дорогой просто для того, чтобы сэкономить время. Время не сэкономить. И плюс эта вот территория зато Знаменский и есть ненулевая вероятность, что вас развернут. Значит, вот теперь немножечко про экологов. хотелось бы поговорить. в Эльтоне такие плакаты стоят почти на всех дорогах. Но в отличие от многих других мест, все запреты здесь, на мой взгляд, туриста, путешественника обоснованы. Не надо ездить там, где стоит плакат. просто потому, что вам, как туристу, там делать особо нечего. Вы ничего нового там не увидите. Есть места, куда доехать можно, не запрещено. И езжайте туда. Там точно так же нет народа. Но вы не будете портить природу. Подход там у экологов очень и очень грамотный. Например, в одном месте я покажу там, где в Эльтон впадает река Хара. Там достаточно уникальный и очень локальный природный заповедник, где гнездится масса птиц. Огромное количество птиц. Такой мини-биосферный заповедник. Так вот, в других местах это бы просто закрыли шлагбаумом и никого бы не пустили. Там сделали дорогу, по которой разрешено ехать. Главное не съезжать никуда и не выходить, не топтать зелень. А так езжайте. Там есть смотровая площадка, куда можно проехать. Так что, как говорится, уважайте труд экологов. Это все ограничения там по уму. Не надо здесь как бы все это пытаться обходить. Ну вот, соответственно, такие плакаты, тут написано, что запрещено, вот, но ничего, как бы, сверх того, что я вам рассказал, тут особо не написано. Вот. Кому интересно, там есть все телефоны, можете там позвонить, уточнить. Все это поддерживается, это не то, что там какие-то большие структуры, это вот реально работают один-два энтузиаста, которые вот в этом конкретной регионе организовали очень хорошую как бы службу. Теперь перейдем к карте местности. Что есть что. Значит, вот сам поселок Эльтон. Вот он здесь. Вы въезжаете вот здесь вот по этой дороге. Вот она идет параллельно с железной дорогой. Значит, сразу на въезде в поселок вас ждет заправка. Сейчас закрыта. Потом санаторий и потом собственно начинаются живые дома. Вот. Значит, поселок как поселок. Там вот чуть дальше есть достаточно приличные магазины. То есть ничего особо такого специального везти туда не надо. Все можно купить на месте. Дальше что есть еще из интересного. Значит, вот это официальная дорога, так называемая санаторская. Вот этот насыпь построен еще при царе Горохе, по которой раньше при царе опять же была узкоколейка. Сейчас там просто асфальтированная дорога и сидит охранник со шлагбаумом. Проезд туда запрещен для всех, кроме санаторного транспорта. помимо санаторного транспорта там ходит еще автобус, который возит просто обычных отдыхающих, по-моему, за 150 рублей туда-обратно билет стоит. Так что, в принципе, можете воспользоваться. Если вы на своей машине, оставляйте, здесь вот есть парковка, можно оставить перед шлагбаумом. Возможно, можно коррумпировать охранника, я не пытался этого делать и вам не советую. Дальше, значит, что еще здесь есть? Вот, сорочья балка. Я первый раз в жизни видел плакат «Установка палаток разрешается». Вот она там стоит. Скажем так, если бы я хотел поставить палатку, я бы выбрал именно это место, потому что ближе, чем сорочья балка, место к озеру, где можно реально встать с палаткой, нет. Это самое близкое место, намного ближе, чем из поселка, фактически вот отсюда, намного ближе, чем от этой парковки. Так что сорочью балку, я покажу фотографии, в общем, рекомендую. Она достаточно длинная, вот она. Зелень там есть, не сказать, что много, но есть. Так что можете обустроиться с палаткой там. Значит, еще одно место с палаткой это Чапаевский пруд. Он там чуть дальше, я его здесь не показываю, потому что туда прекрасно отвезет Яндекс.Навигатор, вот, и с этим он справится вполне. Дальше, что здесь есть? Вот река Хара и смотровая площадка, та, о которой я говорил. Значит, дорога идет, ну, вот так же, огибает озеро и приходит туда на смотровую площадку. довольно хороший вид открывается, причем здесь вид достаточно интересный, поскольку границы озера проходят вот здесь, а река, фактически, она достаточно полноводная, она идет дальше, то есть там есть такой участок довольно интересный, где река идет сквозь солончаки, пробила себе русло, и потом дальше растворяется уже в озерной воде. Дальше, вот здесь вот Смарагдинский источник, минеральная вода типа Нарзана, можно набрать, можно пить, вполне питьевая. Вот, здесь же как раз то самое место, от которого можно вот так пешком пройти, здесь вот выкопать свою ямку и в ней жить. вот, идти где-то метров 200-300. Вот, сюда попадает вот здесь вот через этот же переезд и вот тут вот идет дорога. Здесь недалеко есть еще одно место, которое я рекомендую больше, потому что туда, там можно подъехать к озеру ближе намного. Там идти до лечебной грязи метров 50. Но здесь сюда надо ехать вот или вот так вот кругом через железнодорожный переезд, или если у вас недорожник, попробуй штурмовать здесь вот дорогу. Мостов здесь нет, в некоторые сезоны можно проехать через русло, через русло реки. Дальше, значит, вот Алтын-Нур, это ну такое коммерческое заведение, по отзывам весьма неплохое, там демонстрируется культура и национальные особенности местных жителей, с национальными трапезами и так далее. Вот, кто хочет, вот, по названию Алтын-Нур, можете это найти и посетить. Из того, что интересно автомобилистам, вот здесь находится шиномонтаж за городом. Если кому очень надо, могу там, напишите мне, могу дать телефоны их, найти там без проблем. И мойка. Зачем нужна мойка? Для того, чтобы промыть радиаторы. У меня после Булухты начала резко греться машина. Радиаторы были полностью забиты. Так что с этим наверняка столкнетесь и вы, поэтому мойка здесь не прихоть, а необходимость. Вот, что здесь еще есть? Да, значит, по заправке. Значит, эту тему с заправкой я неоднократно пытался выяснить до поездки, у меня это не получилось. Все однозначно говорили, заправки там нет. Вот, а та, что есть, очень плохая, плохая, плохая. Плохая действительно есть, та, что на въезде и сейчас закрыта. Хорошая заправка, там есть участников. Поскольку вряд ли это мероприятие легальное, я на карте его обозначать не буду, но любой местный автолюбитель вам это подскажет. Цены, я когда туда приехал, я готов бы платить полтора ценника. Вот, на самом деле цена там была, плюс рубль к заправке Лукоева. Так что можно не париться и купить там. Но, понятное дело, там может не быть. У них не промышленные масштабы, так что вы можете попасть вполне на период, когда у них уже все скупили, а нового нет. 95-й у них есть. И 95-й, и 92-й, все как бы в наличии. Все местные покупают там бензин Лукоевский без каких-то проблем. Так что весьма рекомендую. Вот. Чем еще можно там заняться? Значит, я решил сходить в центр озера. Решил и сходил, отсюда вышел, дошел до центра озера, встретил там закат и вернулся обратно. Так что желающие могут повторить этот подвиг. Озеро дальше. вот гора Лаган. Вот она здесь совсем недалеко. Здесь съезд трассы. Он никак не обозначен, указателя нет, но думаю, разберетесь. Там идет с этой стороны такая сплошная стена, вал. Как только в нем будет разрыв, знайте, что именно там и есть проезд. Туда и езжайте. Но место, скажем так, на любителя. Эта гора хоть и является самой высокой горой местного региона, но высота ее всего 79 метров, поэтому никаких особых горных видов не ждите. Зато там хорошая тема для любителей палеонтологии. Но там можно всякие раковины поискать, но все это естественно запрещено. Лучше связаться по телефону и переговорить с местными экологами. Я не думаю, что на любительские изыскания они будут против. Если туда пройти еще немножко дальше, я поленился, но желающие могут проехать. Там есть радиолокационная станция советская, которая первая заметила Гагарина, его возвращение. Соответственно, желающие могут туда скататься. Кроме руин там ничего нет, но тем не менее для посмотреть регион достаточно бедные на такие достопримечательности. Можно их сделать. Вот эта фотография – это Чапаевский пруд. Когда я там был, он был полностью пересохший. Когда он полноводный, можно судить. Здесь тоже хорошая тема поставить палатку. Там зелень, там зелень. в пруду говорят, что можно купаться. Тоже неплохая тема для того, чтобы поставить палатки не в сезон, не в самый сухой сезон, но далеко. Так что решайте сами. Это собственно говоря, та самая сорочья балка, про которую я говорил. Сама балка и практически сразу начинается озеро. Места высоких деревьев там нет, но в принципе с учетом всех остальных особенностей достаточно приемлемо. Блухта это место достаточно своеобразное. Блухта это соленое озеро, которое находится прямо в центре полигона Знаменский. народу там нет вообще. То есть судя по отчетам туда приезжает по 2-3 человека в месяц всяких экстремалов. И те приехали, на полгня покрутились и уехали. В сухой сезон оно полностью высыхает. По площади это второе по величине соленое озеро Волгоградской области. По России где-то пятое, шестое примерно так. То есть оно достаточно большое. Берега очень сильно изрезаны, очень сильно меняются, поэтому там нельзя сказать, что оно имеет какие-то постоянные границы. Они достаточно переменчивые в разные сезоны, оно бывает разное. Вот Блухта ударение именно на последний слог. Блухта это переводится калмыцкого родниковая. В него не впадает никаких рек, он питается подземными источниками, родниками. Родники соленые, вымывают соль из нежелезающих пластов, за счет этого соленость озера очень высокая. Вот как ни странно по А что там на полегоне скуплены? Может поэтому туда никто не ездит? Ну ничего там бактериологического и ядерного там нету. Вот обычное вооружение. Вот ну соленость плавает в огромных пределах, поскольку оно сильнее и всех прочих меняется в очертаниях. Тоже в некоторых рейтингах его ставят чуть ли не на первое место выше, чем Мертвое море, но как бы это никакого значения не имеет. Вот это вот типичный ландшафт Буухты с вот такая корка соли, под ней грязь достаточно топкая, но тем не менее ходить почти везде можно. в лечебного значения не имеет. То есть там нету необходимого количества сероводорода и прочих микроэлементов, так что лечебными свойствами никакими не обладает. Вот значит это вот поверхность озера, кристаллы соли, вот это сульфат натрия, глауберва соль, которая соответственно и покрывает и за счет нее вода очень горькая. Вот озеро мертвое и весьма недружелюбное, вот это жук, который там помер и постепенно обрастает всякими ужасностями. Вот я там поставил палаточку вот на полуострове. Значит только я ее поставил, ну точнее не только, только расположился уже ужинать, налетел дикий шквал. Палатка у меня сорвала, несмотря на то, что она была укреплена, на ней лежала канистра и ящик с инструментами, крепления все сорвало, сдуло ноутбук открытый со стола и начал очень плохо работать блютуз. Так что он даже ветра булухты сдувают даже электронные сигналы. Вот место ну такое по энергетике очень сильное, но очень недоброе. То есть учитывайте это, если кто-то к подобным вещам чувствителен. Скажем так, обиталище злых духов. Возможно эти духи огорчились тем, что их постоянно обстреливают, но что есть, то есть. Вот, переходим постепенно к СВЧК. Значит, вот там, где вот подобная растительность, почва достаточно крепкая. Там можно ходить, а эта почва выдерживает машину. Так что по вот такому пейзажу вполне можно ехать. А вот по такому пейзажу ехать уже нельзя. Вот это вот то, что кажется хорошей ровной трассой, на самом деле это очень топкая грязь, это один из рукавов, притоков, по которым Булухта разливается во время половодий. Так что, если видите чисто белую, чисто белый Солончак, ни в коем случае туда не езжайте. Так, теперь дороги. Как туда проехать, на Булухту? Значит, сначала восточная дорога от Эльтона. Она самая простая по логистике. Значит, до поселка Путь Ильича асфальтовая дорога, потом идете прямо, проезжаете мимо Худушного пруда, это Кошар остается слева, это справа, Финогенов пруд. Вот единственное, на этой развилке будьте внимательны, потому что, если свернете не направо, а налево, то дорога вас уведет на юг. Вот. Здесь вот перекресток, на котором сходятся дороги с севера. Дальше уже принимайте решение, как вам дальше ехать, куда вы хотите попасть. Вот здесь вот переезд через топки Солончак. Когда я ехал, он был сухой, вам уже смотреть по обстановке. Можно там проехать, нельзя, здесь уже пути неисповедимы. Значит, вот так вот выглядит дорога в самом начале от пути Ильича. Широкая, просторная, и вот такая дорога отлично идет примерно полпути. соответственно, худушный пруд. В хорошие полноводные годы, месяцы там, наверное, даже можно искупаться, хотя я бы не рискнул, но место такое достойное для того, чтобы там остановиться и как минимум посмотреть на живность. Орел там летает, и, наверное, не один. И всякое прочее птицы с сурками. Вот та самая развилка. Значит, на этом хорошая дорога заканчивается. Это вот, почему она такая хорошая, это, видимо, военная дорога. По ней армейские грузовики ездят, поэтому она такая, достаточной степени укатанная. Дальше дорога заметная заканчивается и ее видимость самая разнообразная. Вот это хорошо видимая и хорошо различимая дорога. Имейте в виду. Потому что бывает и вот так. То есть на карте дорога есть, по факту она вот такая. Потом она снова превращается в колею, которую можно увидеть. А так это больше направление. Они угадываются, но не более того. Слева, кстати, это один из прудов, которые говорят, что весной и осенью там пресная вода и водится рыба. Не знаю, не видел, может быть. На всяких рыбацких сайтах Булхту помещают как место для рыбалки. Видимо, в этих прудах. Так, северная и западная дороги. Значит, самая лучшая дорога, на мой взгляд, лично на мой, это с севера. Через прудентов. Если ехать через Энгельс, то вполне можно заехать вот здесь вот, побывать на Булухте и по восточной дороге уйти на Эльтон. Или, если вам хочется совместить Булухту с поездкой из Волгограда, то можно проехать вот так вот. Значит, какие здесь особенности? вот описание этой дороги я в сети не нашел вообще. Видимо, ей никто не ездит. Почему? Не знаю. Самая лучшая дорога. До прудентов идет великолепное асфальтированное шоссе. Самая лучшая из всех, которые я видел в Палацовском районе. Въезжаете в прудентов, сразу там хорошая дорога поворачивает налево, и вы вместе с ней. Дальше асфальт заканчивается, и идете прямо по грунтовой дороге до вот этого места. Я специально написал его координаты. Значит, вот это вот, не путайте, это не дорога, это растительный канал. В нем есть несколько проездов. Это вот один из них, через который рекомендую ехать. Соответственно, вот так вот идет дорога немножечко вот здесь вот примерно через полкилометра надо будет повернуть налево, направо, вот, и снова вниз. Вот здесь вот будет еще один маленький растительный канал, и около него такой краль типичный, как в фильмах про индейцев. Вот, в отличие от других, он находится прямо у самой дороги, так что вы его не пропустите. И дальше едете прямо, дорога великолепная, километров 70-80 слегка, вот здесь вот справа-слева комбайнеры делают свою работу, вот, и дальше уже, когда вы подъезжаете примерно в эти вот места, дорога хорошая снова заканчивается, снова начинаются направления. Я вам специально не даю какие-то конкретные маршруты, потому что вы все равно их там скорее всего не найдете. дороги, которые там есть, они постоянно разветвляются, вот, какие-то не очевидны, которые, какие-то есть на карте, но в этот сезон она не видна вообще, а в другой сезон может появиться, так что здесь выбирайте свою дорогу. Можете примерно ориентироваться вот по этим маршрутам, вот, если отсюда проехать вниз, то вот здесь попадем, вот здесь та самая точка на восточной дороге. я ехал вот таким вот образом, дальше, вот, моя цель была вот этот полуостров, вот здесь вот, я был в сухой сезон, вот здесь вот есть дорога, и по ней вполне можно воспользоваться. Не факт, что когда вы поедете, она будет проезжей. Так что дальше это вы уже смотрите сами. Берите навигатор, какие там дороги обозначены, и уже вот здесь ориентируйтесь только по месту. В принципе, можно ехать и по степи. За все там километров 300-400, которые я по степи намотал, я не видел ни одного случая, когда бы в степи ждал, чисто в степи ждала какая-то засада. Просто это некомфортно. Поверхность очень неровная, поэтому больше километров 20 на обычной машине ехать совсем некомфортно, сильно трясет. Так что ехать так или по дороге это выбор исключительно ваш. Как хотите, так езжайте. Можно наплевать на все дороги и тупо ехать по целине прямо. Если у кого танк, то ради бога. Этой дорогой я не ездил, но судя по описаниям, никаких проблем с ней нет. До Катричева идет асфальтированное шоссе, потом примерно ориентируясь в эту точку, там есть несколько дорог, чуть севернее, чуть южнее, совершенно неважно, какой дорогой вы поедете. И дальше, соответственно, тоже в эту точку вы можете приехать тоже несколькими путями. Ехать именно сюда не обязательно, мне хотелось сюда. Народ в основном едет сюда, очень любит смотреть вот здесь гнездо орла, я вам его покажу потом. Там, наверное, орел жил лет десять назад. До сих пор все отмечают о гнездо орла, я проехал гнездо орла, отлично. И вот здесь собственно говоря, народ любит испытывать судьбу. Вот по этому перешейку на остров любят ехать соответственно прямо через Солончак. У кого-то получается, у кого-то нет. Так что смотрите сами, будете рисковать, дело ваше. За трактором еще раз говорю, ближайший трактор наверное где-то вот здесь. То есть засядете это вам развлечение на пару дней. Вот значит это пруденты сразу как только вы туда въезжаете и дорогу поворачивать направо ориентирует что вы на верном пути вот такая избушка на курьих ножках. соответственно вы подъезжаете вот здесь асфальт заканчивается начинается грунтовка и здесь вот метров через 50 перекресток из трех дорог вам средняя. Очень с опаской относитесь к тому что говорят вам местные жители. они какие-то все очень странные. эту дорогу северную я проехал за два приема. Сначала я полдороги проехал сверху вот понял что мне все наврали местные жители поэтому я вернулся у меня еще бензин заканчивался вот у меня не было такого классного лектора который вам рассказал что там есть бензин в Эльтоне поэтому мне пришлось вернуться в Павасовку вот и потом я уже проехал восточной дорогой и уже с Булухты до этой самой до прудентов прекрасно проехал так что не ведитесь на их уговоры мне они говорили ой нет туда нельзя да я не знаю как туда ехать вот там вот где-то в этой кошаре живет узбек который здесь все знает вот и езжай к нему я поехал к этому узбеку он мне тоже сказал ой нет нет вот туда нельзя то есть той дорогой которой я ехал я как раз на ней был он сказал нет туда нельзя разворачиваясь езжай туда вот через другую кошару потом налево а там обязательно у комбайнеров спроси потому что иначе не найдешь так что вот как-то так лучше навигатор и здравый смысл чем местные жители у местных жителей на нужно можно и нужно спрашивать вот когда приехал какой-то кош кош это такая ферма по ихнему спросить как встать на нужную тебе дорогу потому что там все вытоптано стадами и где начинается нужная тебе дорога понять совершенно невозможно так что здесь они реально помогают так это вот снова я ту же самую карту показываю значит вот тот самый узбек у меня вот здесь никогда его не забуду вот здесь он как раз и был то есть мне вот отсюда пришлось вернуться поплутав там по этой местности а всего-то надо было проехать еще пару километров по этой дороге вот значит теперь собственно по приметам вот это вот так выглядит вот это длинное растительный канал с когда я смотрел его на карте из Москвы казалось что это дорога отличная нифига это не дорога это вот это вот тот самый краль который достаточно такая приметная приметная вещь вот остальные фермы и загон для скота выглядит примерно так же но они всегда в стороне от дороги где-то полкилометра километр вот и там уже где-то километров за 20 от булухты начинается вот это как раз тема со стадами вот лошадки которые там пасутся примерно так стада как правило смешанные то есть и и такие животные и сякие баткуль значит если на булухту народ ездит хотя бы там по 2-3 человека в месяц на баткуль ездят похоже по 2-3 человека в год то есть отчетов я из тех кто там бывал нашел всего 3 или 4 вообще за все во всем интернете значит баткуль озеро которое наполовину принадлежит нам наполовину казахстану пересекает его границы примерно половину примерно пополам вот там вот дальше находится казахский город сахин и не не дай вам бог туда случайно пересечь границу будет большой большой ай-яй-яй вот в местной прессе полно сообщений о том что вот значит скотовод такой-то у него верблюд убежал на ту сторону и его пришлось чтобы возвращать обратно таможить так что все непросто вот попадете туда будете иметь развлечение не на один год наверное значит вот так выглядит боткуль значит в внешне он вот сама поверхность она похожа на поверхность которая есть на булухте вот но видно что берега здесь не такие пологие как там там это вот просто как бы ровная степь постепенно переходит салончак который чуть-чуть понижается здесь есть явно выраженная такая чаша которая заполняется водой но в сухой сезон пересыхает полностью вот в отличие от булухте где живут злые демоны тут демоны живут добрые вот то есть там такое вот ощущение спокойствия там даже мухи какие-то ленивые обычно муха ты ее сгоняешь и она быстро улетает а эту можно просто за лапку схватить ленивые и добродушные скажем так такой эпитет придумал вот тоже место очень интересное знаковое и красивое вот представляю насколько оно красивое когда там есть вода ну может быть когда-нибудь вот миражи вот там впервые в моей практике видел мираж вот примерно так оно выглядит до вот до этих строений километров где-то 10 так что никакой объектив так это не выхватит нет там образуется от от горя от воздух нагревается от почвы и образует такую воздушную линзу которая приближает объекты которые находятся далеко вот в некоторых случаях миражи там показывают объект который на десятки сотни километров но здесь вот километров на километров на десять мой мираж работал вот вот примерно так выглядит стоянка машины около озера карта значит где находится Баткуль да значит вот там вот вверху Эльтон соответственно когда Баткуль находится практически точно на юге сначала проезжаете Приозерный потом вот там идет прямая грунтовая дорога значит до Большого Симкина через Большой Симкин если вам не нужен вот этот вот берег Баткуля можно ехать прямо по дороге я ставил своей целью побывать на обоих берегах и здесь и здесь поставил цель выполнил соответственно съездил сюда съездил сюда значит если хочется вот на этот берег попасть проезжаете через Большой Симкин сразу за ним поворачиваете направо и вот здесь вот через еще один кош прямо по степи до вот этого коша это кош Фокин все эти коши это по фамилии владельцы понятно где он называется но то что он Фокин ни на каких картах не обозначено он мне сам признался вот и он мне показал дорогу которую я бы сам никогда в жизни не нашел вот здесь вот старая советская дорога которая выходит прямо на берег так что в принципе тема приехать туда и спросить у нее где дорога на Баткуль можете от меня приветы передать вот ну основной ориентир это кош Калашников когда возвращался вот здесь есть прямая дорога хорошая и без беспроблемная потом вниз вот здесь вот есть дамба и через нее мост соответственно переехать можно очень хорошо судя по тем следам шин которые есть справа слева от дамбы или она иногда бывает перекрыта или это следы каких-то отчаянных людей которые хотели испытать свою судьбу и дальше здесь вот идет дорога вот сюда прямо на заставу пограничную вот здесь вот есть несколько дорог которые уходят в Казахстан сюда никаких дорог не ведет то есть здесь в какой-то из моментов надо просто принять волевое решение и поехать прямо по степи если опять-таки вам здесь ничего не нужно то можете не сворачивая ехать по этой дороге вот Большой Симкин меня поразил своим скажем так очарование деревенской нищеты вот по центральной улице ходили два местных жителей собирали навоз это меня как-то вот не скажу что потрясло но произвело некоторое впечатление вот дальше за Большим Симкин начинается дорога через выжженную степь абсолютно голую вот та самая дамба о которой я говорил вот судя по шлагбаумам иногда она закрывается в какой режим в какой момент она закрывается то науке неизвестно вот и это как бы вот такие вот плакаты там периодически встречаются предупреждают о том что вы в пограничной зоне о том что вы находитесь на территории военного полигона где вам быть запрещено никаких никаких плакатов столбов границ нет точнее есть один я вам его потом покажу вот про одну встречу с пограничниками я вам уже рассказывал это было в районе Венгеровки на подъезде к Альтону практически сразу после того как я пересек эту дамбу мне навстречу выдвинулся наряд пограничников вот которые строго проверили у меня все документы покивали головой недоверчиво что нет мол ты на такой машине там дальше не проедешь а здесь опасно давай мы тебе наряд поставим вот ну от наряда я отказался он говорил нет спасибо спасибо вот уверил что я проеду и соответственно он сказал что у меня нет никаких оснований тебя не пускать то есть все законно пропуск есть поэтому счастливой дороги только пожалуйста не снимай флаг чтобы мы тебя могли быстро найти если что и мы обменялись телефонами вот с тем чтобы если что я бы им позвонил вот они вот еще раз да обращая возвращаясь к теме того враги нам они или друзья коллеги не надо воспринимать любых государственных чиновников в том числе и там военных и пограничников как врагов вот мы с ними пообщались совершенно нормально пообщались вот без каких-то без каких-то там проблем и вы знаете ну вот я еду один где никого нет степь мало ли что случится я знаю что вот если что я могу им позвонить они помогут ну это тоже дорогого стоит понятно мне это все не понадобилось но тем не менее такая тема есть поэтому не надо пренебрегать получите пропуск и не бойтесь там пограничников они вас не укусят не не посадят в кутушку вот вот так вот выглядит подъезд к Баткулю соответственно чисто по степи просто вот встал и по прямой вот ну это закаты на Баткуле вот это утром такой вот забавный пейзаж фотошопа здесь совсем чуть-чуть просто отрезал ненужные артефакты вот как раз тема когда я подумал что хорошо что о моем существовании здесь знают если бы пошел ливень то могли бы быть проблемы потому что степь при ливне разводит достаточно быстро вот переходим собственно к дороге дальше по на Баскунчак значит моя цель была попасть сюда в сети масса есть ну не масса десяток наверное отчетов людей которые таким образом проехали без проблем с пограничниками проехал только один экипаж по-моему вот всех остальных или завернули или или военные завернули в общем короче говоря вот сюда без пограничного пропуска не суетесь никакого смысла в этом нет совершенно значит вот согласно навигаторам там есть несколько дорог одна вот эта и одна проходит практически по самой границе в зависимости от того какая карта будет навигатор это дорога или на нашей территории или на казахской территории вот соответственно меня пограничники четко предупредили про 100 метров вот если вы выберете вот эту дорогу подъедете к столбам увидите что до них примерно 100 метров съезжайте с дороги езжайте по степи соблюдая это расстояние тогда с вас взятки гладки поедете по дороге можете огрести проблемы так что законы надо чтить значит как я ехал вот ну вот отсюда вернулся на эту дорогу вот здесь вот собственно пограничная застава она остается слева дорога доходит вот примерно до этого места здесь у меня был выбор или ехать вдоль границы или встать на военную дорогу я выбрал второе потому что ехать со скоростью 20 километров в час вот это вот расстояние ну не очень хотелось вот тем более что показывал что дорога там идет достаточно длительно именно вдоль границы и я рискую именно попасть на такую ситуацию так что я проехался вот сюда встал на военную дорогу и вот здесь вот практически ровно на юг прошел до всю территорию полигона полигон заканчивается вот примерно вот здесь никаких особенностей с точки зрения навигации дорога не имеет за одним исключением она достаточно часто раздваивается и просто просматриваете на перспективу куда дальше приведет вас именно этот рукав я в одном случае как бы поехал не туда поэтому у меня получился такой зигзаг но ничего в этом страшного нет ну про эти больше там на 3-4 километра по сравнению с остальным это ерунда вот военные мне там встретились несмотря на то что была суббота но видимо какие-то учения у них были но мной они интересовались исключительно пассивно то есть посмотрели вот но никаких попыток вступить в контакт не предпринимали вот тут спрашивали чего здесь испытывают ну вот остатки какой-то ракеты эта тема там достаточно популярна это есть там везде ракеты в разной разной степени разбитости вот иногда вот такое встречается прямо на дороге так что это реальный военный полигон где реально стреляют вот учитывайте это и не говорите что вас не предупреждали вот собственно дорога чего боялись пограничники колея здесь достаточно глубокая то есть мне моего клиренса не хватало вот ну решение простое соответственно выходим из колеи едем рядом с ней так что здесь вот такая особенность есть естественно это менее комфортно чем ехать прямо по колее ну что есть то есть вот за исключением этого никаких проблем дорога не доставила так что можно там проехать на чем угодно вот значит ближе к концу там где вот у меня на схеме написано башни это вот такие вот пограничные три башни стоят треугольником что-то они видимо обозначают но для вас это просто ориентир они остаются справа вот это место под названием Бабкин сад вот в на любой карте он обозначен можно его погуглить есть несколько отчетов велосипедистов которые этой дорогой проезжали вот там есть подробное описание но я его конечно распечатал но мне оно не пригодилось совсем встал на дорогу едешь и едешь вот вот это Кош Морозова который там в конце вот тоже как как ориентир мимо него проезжаете вот это на выезде единственный вообще в принципе столб который обозначает что это как бы запретная зона ну поскольку я ехал с другой стороны не въезжал и выезжал то я ничего не нарушил вот как-то так вот то есть нигде больше никаких ограничений знаков опасно или чего-то еще нет напротив на дороге в Булухту достаточно часто попадаются плакаты на этот самый общедоступные охотничьи угодья вот так что статус у этого места весьма странный и мне лично непонятный ну если следовать принципу что не запрещено то разрешено то езжайте где хотите где хотите за исключением погранзоны вот значит дорога вот это выходит до заканчивается на Кош Морозов ну такая неухоженная и непонятно что и как в этом Коша можно спросить дальше до станции Кочевая идет хорошая грунтовка и после Кочевой идет уже асфальтированное шоссе от Волгограда до этого самого до непосредственно Баскунчака вот Баскунчак самое наверное известное место в России где добывается соль ну еще есть соль Лецк но 80% всей российской соли добывается здесь так что Баскунчак это тема и промышленная и природная все все скажем так в одном флаконе вот площадь больше 100 километров иногда пишут 115 километров но это уж как говорится наш крокодил как хотим так и меряем соленость примерно как Мертвого моря кто-то говорит что больше кто-то в смысле уровень я покажу основная поверхность Баскунчака вот такая то есть если бы не промышленность благодаря которой собственно говоря весь этот регион и развился и купаться там тоже было бы нельзя то есть вся эта тема появляется только от работы строительной техники ну не строительной а солидобывающей техники вот значит вот собственно говоря что из себя представляют местные купальни это такие траншеи достаточно широкие некоторые там шириной метра 4-5 некоторые метров 50 и длиной там вот 100-200 метров до пары километров это то что когда-то в какие-то годы там прошел соли солидобывающий комбайн выкопал соответствующие ямы и в которых теперь народ радостно купается вот там цикл вот этой солидобычи непрерывный то есть они разрывают вырывают одни траншеи добывают соль согласно технологии переходят на другое и лет через 10-15-20 уровень соли там постепенно восстанавливается и начинать добычу можно заново значит баскунчак это собственно верхушка огромного солевого массива порядка 6 километров глубину соответственно соль оттуда постоянно вымывается и поступает снова в озеро то есть это источник соли бесконечный круговорот соли в природе вот рядом вот здесь вот тут она есть эта гора большой большой богдо это соляной выступ который то есть вот здесь это такая плоская равнина в виде озера а там ее немножечко сдавило окружающими породами и она выступила вверх вот там тоже это тоже соль под всей породой вот так вот оно так выглядит баскунчак с горы большой богдо значит вот когда вы будете ехать на автомобиле вы будете видеть то там то сям или когда просто идете по поверхности такие черные пятна черные полосы это и есть свободная вода вот везде где вы видите вот такие черные черные полосы можно купаться куда хотите туда и идите вот это прекрасно видно на спутниковых снимках это прекрасно видно из когда вы просто идете так что тема здесь совершенно совершенно простая и однозначная вот так вот выглядит процесс купания местный пляж вот купайтесь загорайте вот ну заход туда туда конечно не совсем комфортный очень острые и прочные кристаллы соли так что аккуратно упадете будет неприятно вот на карте покажу где это место и где можно купаться вот так вот выглядит процесс собственно купания ничем не отличается от мертвого моря вот плыть очень тяжело вот то есть когда плывешь на на животе ноги загребать практически не могут их выталкивает поэтому плывешь на руках вот поэтому тема местная местная тема что там местные жители я про них расскажу возят на дальние купальни где очень глубоко типа полтора метра из-за этого цена высокая что там можно делать на полутора метрах не знаю то есть туда не зайдешь даже вот вытолкнет то есть плавать вот полметра лег и плыви сколько сколько влезет но тем не менее вот на этих вот купальнях и полтора метра и два то есть я нырял полностью с головой поэтому проблем с купанием там нет совсем вот эта тема баскунчака которой я не видел нигде на других каких-то других озерах видите очень это вот какая-то то ли пивная то ли еще какая-то банка очень точная как бы отпечаток рельефа то есть вот соль мельчайшие частицы покрывают любые предметы достаточно быстро и образуют очень прочную корку которая сохраняется достаточно долго вот и вот это интересно побродить просто по поверхности и посмотреть на те сталактиты сталагмиты и прочие следы деятельности человека и не только человека которые там в изобилии присутствуют мертвые животные мертвые птицы я не ни на одном озере нигде больше не видел такого количества мертвых животных вот хотя вроде бы эльтон ничуть не менее соленый и там точно такая же тема с этими самыми соленой водой которая смертельна тем не менее на эльтоне мне не попалось вообще ни одной ни одного подобного вида здесь это было их масса один лебедь и там метрах в пятидесяти от него второй видимо летели парой и не долетели утки там кузнечики какие-то в общем смертельное озеро для животных почему-то именно баскунчак вот перекати поле тоже вот такого ну на булухте еще встречал перекати поле но тоже завязшее но там оно имеет другую совсем форму здесь оно вот именно тут видно как они обрастают кристаллами соли которые постоянно постепенно утолщаются любые предметы которые там остаются принимают вот такой вот вид вот еще одна интересная тема походить пофоткать понаблюдать всякую соледобывающую технику вот там я глубоко не вдавался в процессы соледобычи значит в целом там два метода совсем с поверхности это вот этот комбайн значит размеры его впечатляющие вот одно колесо это с меня ростом так что можете представить себе его общие размеры и то есть это одна техника вот это соответственно тягачи каждый каждый такой прицеп отмещает порядка 150 тонн соли вот у такого тягача три таких вагона то есть за раз утаскивает 450 где-то килограмм соли вот соли по соли добывающий поезд уникальный агрегат сделано непосредственно здесь для этих условий именно вот тут видна транспортерная лента которая идет вниз на глубину примерно 8 метров с которой собственно говоря и там есть фреза которая срезает и поднимает наверх вот он так вот идет постепенно срезает слой слой соли когда он доходит до конца этой траншеи рельсы передвигаются специальными тягачами и он идет в обратном направлении и весь цикл повторяется вот там железная дорога по которой ходят самые настоящие тепловозы вот любители соответственно железнодорожного транспорта тоже там получат эстетическое наслаждение с туристами это совмещается прекрасно вот есть рельсы через них бегают туристы никому это никто друг другу не мешает и никто ничего не запрещает пожалуйста ходите ну подудит естественно вот ну и плакат конечно ходить по путям запрещается как же без него вот теперь переходим к местному турбизнесу значит во всех отчетах местный турбизнес просто вот ругают самыми последними словами то есть они меня когда я готовился там в каждом отчете ой какая как ужасно какие там мерзкие противные люди какие гадкие дети все вымогают и так далее значит настолько меня настропалили я уже думаю блин может вообще в этот баскунчак не заезжать а где-нибудь там в стороночке вот но переборол себе эту эту тему и собственно не особо-то и пожалел вот если знать чем чем они полезны а чем вредны то ими вполне мне можно пользоваться значит вот так вот выглядит то место откуда отвозят местные жители на уазиках туристов по купальням значит там когда я был там у них было три темы типа ближняя купальня средняя купальня и дальняя по-простому когда я спрашиваю с чем отличаются говорят ну вот в дальние там полтора метра там можно поплавать в ближний там по пояс ой не в ближний в средний там по пояс а в ближний там по колено и вот все это полная туфта но они чтобы оправдать высокую цену как бы придумали что вот там глубоко глубоко есть и рядом так что это не аргумент ну хотите прокатиться ради бога значит цены насколько я помню 500 750 тысячи вот за туда обратно то есть приезжайте на одном уазике обратно какой уазик идет того и грузитесь вот сидите там хоть целый день вот то есть это одна тема турбизнеса местного вторая тема это парковка и третья тема вода вот после купания в соленом озере надо бы обмыться и это тема когда можно конечно взять с собой воды но даже на машине это сделать нелегко чтобы обмыться так капитально а уж если вы без машины то это совсем тяжко вот значит вот так вот выглядят собственно счастливые туристы на уазиках по дорогам когда едут вот так вот выглядят местные парковки такие крытые даже не особо крытые скорее больше от тени навесы куда загоняют машины там у них они все пасут кто въезжает распределяют очередь вот кому сейчас поедет этот счастливый турист вот поэтому ближние могут кричать езжай-езжай дальше вот так что это такая вот у них тема парковка там стоит ну вот когда я был 200 рублей в день то есть заехал и соответственно стой хоть целый день вот и что расскажу расскажу значит и вот вот эта синенькая это душевые душевые кабины душ 50 рублей вот соответственно можете не пользоваться душем не платить можете не пользоваться парковкой платить только за душ как бы все очень гибко как говорится вот теперь собственно говоря о парковках и прочей радости значит что из себя представляет баскунчак значит баскунчаков всего три значит верхний, средний и нижний нас интересует нижний которые находятся непосредственно на самом озере вот значит здесь что есть вот как выезжаешь вот здесь вот слева за заправкой дирекция заповедника она нужна если вы захотите посетить пещеры или соляные купальни соляные купальни это типа эльтоновские то есть там тоже грязь тоже рапа такая медицинская тема вот если вам нужна гора Большой Богдо и заповедник вам дирекция не нужна просто туда едете значит вот здесь вот это местный такой торговый центр где куча всяких мелких магазинчиков вот с кафе там конечно есть но мне как-то не повезло почему-то в семь часов они все были закрыты вот значит вот здесь вот достопримечательность местная это визит-центр Богдинско- Богдинско-Маскунчакского заповедника работает каждый день там можно туда прийти посмотреть экспозицию взять буклетики и больше ничего то есть они выполняют такую исключительно эстетическую функцию по всему городу развешаны указатели озера туда все эти указатели ведут вот в этот вот район вот это тот самый район в котором ведет бизнес местное население здесь находятся все парковки здесь находятся душевые вот здесь вот это то место которое я показывал откуда уазики стартуют дальше по всем остальным точкам вот и если вы сюда не поедете вы ничего не особо не потеряете открытая парковка бесплатная находится вот здесь соответственно вот здесь вот там можете бросить машину вот так вот пешочком пройтись до Купалин вот здесь вот тот самый пляж который я вам показывал глубина там достаточная чтобы купаться хоть целый день без каких-то проблем берите с собой лежаки в общем как в Сочи ничем не отличается кроме того что утонуть нельзя вот вот соответственно сюда парковаться не надо сюда надо вот туда естественно никаких показателей нет там в основном местные ну и те кто те кто в теме вот заповедник рано или поздно вы все равно захотите туда посетить его посетить значит заповедник можно проехать не въезжая в город вот здесь вот там будет указатель на заповедник либо уже вот от этого визит центра там тоже есть указатели к заповеднику дальше там тоже дороги постоянно раздваиваются но везде на сомнительных участках есть указатель заповеднику туда так что в этом плане не заблудитесь вот значит здесь я столкнулся с другим видом экологов экологи коммерческие вот мне это не очень понравилось скажу сразу ну скажем так это мое мнение с ним можно соглашаться можно нет все везде запрещено то есть подъехать к озеру легально невозможно нигде самое ближнее место это вот вот эти две парковки одна коммерческая одна бесплатная которая находится в городе все что не в городе все объявлено заповедником или заказником обнесено ну колючей проволокой не обнесено но обставлено столбами судя по тенденции с которой обустраивается это место скоро и проволока будет вот так что тема местных экологов мне не сильно близка вот вот на экскурсии в богдинске в москончатском заповеднике проводятся все платное вот ну об этом расскажу в самых последних кадрах вот значит где жить тема где жить в интернете очень мало раскрывается практически совсем никак то есть непонятно где и я лично не особо понимал где я буду жить решил действовать по принципу пришел увидел победил тема следующая значит квартира любое место населения останови любого у него будет знакомый или он сам сдает квартиру в пятиэтажных домах которыми застроен весь поселок вот цены разные как договоритесь имейте ввиду все цены на человека так что в одной квартире можно жить за тысячу если вы один или за три если вы семьей вот квартиры на мой взгляд самый наименее удобный вариант проживания просто из-за логистики оттуда далеко хотя они там обещают мы будем вас возить причем обещают что будут возить прямо на купальне но это вы привязаны к этому владельцу квартиры хотите живите там дело как говорится хозяйское вторая тема дома и комнаты у озера значит вот около обеих парковок есть гостевые дома которые сдаются если вы не приехали не в пятницу и не в субботу то есть не не в сезон когда туда народ массово приезжает из Волгограда и Астрахани то проблем проблем с местами вас не будет совсем и цены и цены вам дадут думаю что сможете их утоптать без каких-то проблем вот в будние дни половина парковок там пустые хотя август вроде сезон но народу было не сказать чтобы много так что тема для торговли вполне себе присутствует вот плюс еще второго варианта то что у вас будет своя вода если вы снимаете дом у озера то с вас воду никто не берет дополнительно вот то есть не бросайтесь сразу на первое предложение что вот у меня есть отличная квартира походите поспрашивайте плюс там есть там где бесплатная парковка там есть достаточно много объявлений просто сдается дом сдается дом так что походите поищите и найдете без проблем кому надо совсем заранее ну напишите мне постараюсь найти телефон мужика с которым я договаривался у которого я жил вот я сначала было договорился о квартире за тысячу сутки вот ну а потом в ходе разговора с тем же самым хозяином вырисовалась более интересный вариант который собственно говоря на котором я и остановился палатки у озера у озера я тут конечно немножко неправильно вот там где парковка автомобильная прямо там можно поставить палатку наверное не во всех местах но как бы я договорился поскольку как бы я там жил не на выходных народу там не было практически вообще никого то есть я на этой парковке жил один вот поставил машину вот так вот поперек за ней в парковочном месте расставил палатку и прекрасно жил вот это мне стоило 300 рублей в день соответственно я там жил два дня я отдал 200 рублей за парковку и два раза по 300 за палатку вот то есть за 800 рублей жить прямо на озере не иметь проблем ни с электричеством ни с водой и плюс там кухня я считаю что вполне вполне себе пристойный вариант плюс там же можно было снять и дом вот но мне не повезло то есть в первый день когда я приехал там люди жили а так бы я наверное там дом снял вот дом там пол дома он за него тысячу просил тоже так что тема там вот вот именно такая то есть вот этот с палаткой на мой взгляд самый оптимальный вариант наверное не каждая не на каждой парковке это предложат но там этих парковок соответственно у каждой парковки свой хозяин вот не поленитесь пройти по всем и поспрашивать вот четвертый вариант это палатки в карьере значит если официально обратиться вот в эту дирекцию телефоны там все есть я была сначала как цивильный человек там почитал кто там директор там член РГО там выпускник МГУ ну в общем такой решил давай-ка я с ним там созвонюсь договорюсь вот но поскольку были выходные он на связь не вышел вышел его заместитель который мне рассказал вот там есть карьер мы всех говорит таких граждан как ты отправляем туда в этот карьер вот так что езжай туда и будет тебе счастье вот карьеров там два все отправляет всех вот сюда вот фотографии я вам потом покажу на проезде есть еще один карьер почему я его выделил потому что это единственное место около такой воды но но это это просто просто карьер и судя по тому что там везде таблички фотографировать запрещено то не исключено что и с палатками там тоже погонят а может и нет не знаю но в любом случае никакого желания ставить с палатками в одном из карьеров бесплатно у меня не возникло вот ну и пятый вариант палатки нелегально то есть в сети масса отчетов о том что а вот мы там свернули заехали за какой-то холмик нас никто не видит и мы там прекрасно переночевали ну это как бы что называется без комментариев вот все как бы местные плакаты увешаны сообщениями о том что если вы увидели нарушение режима доступа в заповедник звоните по такому-то номеру это номер замдиректора этого заповедника с которым я разговаривал так что он если на вас местные стуканут то он к вам приедет и сделает вам ай-яй-яй вот значит по логистике доступ в ход заповедник никаких проблем не составляет то есть вот вы едете вот вот здесь вот будет перекресток где вот именно такой вот под 90 градусов одна дорога уходит в карьер вторая уходит к озеру с плакатом движения транспортных средств запрещено и прямо указатель к заповеднику вот так что здесь дорога здесь ну так средней паршивости скорее более паршивая ну километров 30 не больше вот ну проблем никаких нет по заповеднику дорога такая же вот значит что еще вот тот карьер который отправляет всех официально бывший как бы карьер где добывался видимо песок соответствующим антуражам то есть какие-то места превращены в помойку где-то есть такие хилые деревца вот воды разумеется нет ни в каком виде так что вставать там или нет с палатками это легально пожалуйста можете дело ваше вот это вот тот самый карьер в среднем баскунчаке про который я говорил вот единственная вода которая там есть но место кажущееся живописным но на самом деле весьма такой типичный промышленный пейзаж там насколько я понимаю добывался раньше мел вот там сейчас находятся заводы небезызвестного кнауфа который производит массу строительных материалов вот так что эта тема такая весьма промышленная вот такие вот столбики с указанием о том что движение запрещено и ай-яй-яй они будут сопровождать вас вдоль всей вдоль всей дороги к заповеднику вот значит собственно сам заповедник что там посмотреть значит на входе в заповедник стоит огромный швакбаум стоит охрана около этого обнесено забором вот стоит будочка с тетушкой которая продает сувенирную продукцию и билеты на вход вот купить билеты это единственный вариант посмотреть эту гору работает работают они ежедневно к счастью хотя бы это вот цены небольшие то есть где-то одна экскурсия 250-300 рублей вот если вы приехали один это понятное дело не обременительно если приехали с семьей захотели взять две экскурсии то уже сумма не такая безобидная как кажется значит у них есть две экскурсии подробно вы про экскурсии у них на сайте почитаете вот все что там написано все так и есть вот одна пешеходная вот здесь вот видно это прогулочная ходите там хоть каждый день вот цена вопроса 250 рублей туда сначала 4 километра проезжаете под шлагбаум до парковки и потом ходите пешком это то что посетить надо однозначно там красиво и как бы можно походить помедитировать посмотреть на скалы вот там там есть как бы достаточно живописные красные глины принимающие причудливые формы вот там есть участок с поющими скалами где песчаник был вымот и там напоминает такие соты и ноздри где в ветреную погоду издают звуки отсюда собственно и название с поющей скалой вот это одна тема вторая тема это автомобильная экскурсия где к тебе уже сажают экскурсовода в обезаловку вот здесь можно подняться на вершину большой богдо особо ничего просто высых холм ничего там нет совсем вот и посмотреть тоже особо не на что вот дальше там можно проехаться по местным посмотреть местные овраги местный сад ну тоже мероприятие такое достаточно интересное но не знаю обязательно оно или нет почитайте решите сами для себя интересно вам или нет помимо этих двух экскурсий есть еще одна большая которая проходит вдоль всего озера она длится целый день она достаточно дорогая и ее в обязательном порядке надо заказывать заранее то есть просто приехать и туда попасть нельзя то есть видимо там группа собирается вот судя по количеству мест которые предлагаются там едет какой-то микроавтобус вот на своей машине туда нельзя вот ну хотя если вы как бы договоритесь с директором лично поскольку он этот эти вопросы курирует то может быть он сделает для вас исключение вот примерно та тема которую хотел рассказать значит вот ну вот собственно скалы вот мне не показались похожими на двух динозавриков кто-то видит в нем что кто что вот в общем это это интересно и я туда шел с целью встретить закат у меня это вполне получилось но поскольку облаков не было то закат получился такой беспонтовый но если облачность то солнце будет вот с той стороны то как бы кадры будут весьма весьма впечатляющими встретить там рассвет штата не получится поскольку они начинают работать в 8 утра но может быть можно договориться персонально я не пробовал соответственно ну встреча рассвета солнце будет там тоже неплохая тема вот соответственно какие вопросы готов ответить что о чем я может быть забыл сказать что вас интересует пещеры пещеры это еще одна коммерческая тема куда тоже надо покупать билет пещеры для этого региона достаточно впечатляющие но я там не был то есть я знаю только то что написано в интернетах билеты туда покупаются в этой дирекции я бы может туда и купил и поехал но когда я туда приехал там был перерыв обеденный я плюнул и ждать не стал кстати обращаю внимание в в Астрахани разница на час с московским временем не забудьте перевести часы вот в Волгограде московское время а там плюс час где-то около 30 было было жарко но я там как раз вот в этом регионе всем был застал последние как бы теплые деньки то есть я когда уезжал но я уезжал через я еще через Волгоград потом проехал в было на Александровском грабине кстати очень рекомендую это с другой стороны Волги просто Александровский грабин погуглите вот очень клевое место хорошо можно отдохнуть я там запланировал отдых ну вполне получилось с купанием как бы с пляжем вот тема хорошая да арбузы это местная тема почему кстати многие не рекомендуют пользоваться паромом в арбузный сезон как они называют потому что в очереди из-за фур с арбузами значит вот на всей дороге от Энгельса и до Паласовки включительно сплошные бахчи бахчи полно знатных бахчеводов которые прямо здесь же продают арбузы значит цена в этом сезоне была 10 рублей килограмм вот то есть арбузы дыня то есть я там на обратном пути в Волгоград ну за Волгоградом уже там закупился такой мешок дынь за 150 рублей вот то есть в Москве они же 3-4 раза дороже на эти 2% и живут вот то есть это арбузная тема арбузы там хорошие хорошие вкусные без без каких-то проблем сколько ваша поездка по времени заняла две недели да ну всего вся поездка совсем у меня заняла около месяца у меня сначала была палеонтологическая тема на раскопке мы ездили в Оренбургскую область вот кстати вот этот самый это позвонок плезиозавра Лохнецкого средней средней шейной которую мы там нашли две недели ну в общем на на все вот эту эпопею с озерами чуть меньше двух недель дней 10 примерно ушло нет я не имел я не имел ввиду использовать велосипед как основной вид транспорта ну за исключением расстояния то есть вот путь скажем так от волгограда до эльтона на велосипеде ну вот если по самой короткой дороге напрямую напрямки через степь это больше 200 километров ну где-то так да так что смотрите сами на велосипеде ехать можно никаких проблем я в этом не вижу велосипедистов я там не видел ну от Астрахани до Лугограда там цивилизация там деревни постоянно так что там ни с магазинами ни с водой никаких проблем нет это вот в степной зоне если из Астрахани на эльтон махнуть там конечно будут проблемы а так цивилизованная трасса значит в сети есть есть достаточно много отчетов именно велосипедистов можно их поискать вот я я рассказывал что основа основа маршрута от эльтона до Баскунчака я составил на основе описания велосипедистов подробно так пошагово с картинками что где почитайте он легко гуглиться ну естественно в любой кошаре вода есть то есть если вы попросите вам не откажут кошар кошары там но за исключением этого самого булухты где нету ничего то на всей трассе до от эльтона до астрахани как бы кошары через каждые где-то 5-6 километров попадаются так что там тоже с водой не будет проблем там же народ говорит что он и мясо покупал ну так теле 2 берет везде белая не пробовал местные говорят что берет то есть они говорят что и мегафон берет вот но все однозначно говорили что лучше всего теле 2 работает вот у меня с теле 2 за исключением следующих мест значит не было никакой связи в районе булухты и не было никакой связи в районе баткуля вот то есть в районе в районе озер связи нет но в районе в районе баткуля мой телефон который я забыл выключить мтсовский поймал мтс казахский который мне благополучно обнулил весь весь баланс но к чести мтса я на них я накатал жалобу они мне все деньги вернули вот так что тут ничего сказать не могу хорошо